Олег Цыздин – десантник 80-й бригады Вооружённых сил Украины. Защищает Украину с 2014 года. За это время получил уже семь ранений. Вспоминает, когда возвращался на ротацию, было трудно адаптироваться в обществе после реалий войны. Сейчас на своём опыте хочет помогать побратимам. Для этого подал заявку, чтобы стать помощником ветерана в новом Центре ветеранского развития. «Я помню 2014 год, когда я приехал с боевых действий во Львов. На войне одна среда, здесь совсем другая. Это две разные вещи. Когда я вернулся в гражданскую жизнь, то впал в панику. Я забыл, какой у меня маршрут. Таких центров не было, мне никто не помогал. Я свои проблемы преодолевал сам. И не было всё хорошо, было всё плохо. ПТСР был». Ветеран ВСУ Виктор Денека тоже подал заявку в Центр ветеранского развития. Мужчина получил ранение ещё 22 февраля на Донбассе. Сейчас у него протезы обеих ног. Говорит, прекрасно знает, с чем приходится сталкиваться таким, как он. Виктор больше года адаптировался в обществе сам. Уверен, в этом Центре сможет поделиться опытом и помочь тем, кто в этом нуждается. «Это важно, потому что, во-первых, это разгрузит государственные органы власти. Это предоставит помощь ребятам, таким как я, с ограниченной подвижностью. Ветеранам, которые отслужили в ВСУ и потеряли работу, надо трудоустроиться. И с такими, как я, они будут более откровенны. Им будет проще со мной говорить». В Центре ветеранов будут помогать военным с трудоустройством, а также с получением образования и реабилитацией. Кроме этого, здесь смогут оказать юридическую и психологическую помощь. Уже сейчас заявки на должность помощника ветерана подали 65 бывших военнослужащих. «Первый приоритет – те люди, которые прошли войну, изъявили желание помогать своим побратимам, должны приобщаться к этому проекту. На момент начала широкомасштабного вторжения в Министерстве по делам ветеранов насчитывалось около полумиллиона ветеранов. Наше прогнозируемое количество после победы – где-то около 4 миллионов, а то и больше украинцев – будут потенциально нуждаться в помощи и реабилитации». Центры ветеранского развития уже работают в Виннице и Днепре. В ближайшее время такое откроют и в Николаеве. Всего для работы в них планируют привлечь до 400 помощников ветеранов. «Важна просто социализация военнослужащих, потому что им нужно возвращаться к гражданской жизни. Им нужно заново приспосабливаться, потому что каждый воспринимает всё по-разному. У каждого есть своё психологическое состояние, которое влияет на него. Им нужно в этом помогать». Все помощники ветеранов пройдут специальное обучение и подготовку, чтобы оказывать квалифицированную поддержку тем, кто будет нуждаться в реабилитации и поддержке. Обучение планируют начать уже в августе, а пока все желающие могут подавать заявки на эту должность.